Привет-привет, ребятки! Наконец-то я к вам собралась отснять мукбанг. Не знаю, как будет здесь свет падать, потому что снимаю в зале немножко тень здесь на мне. В общем, надеюсь, вам это не сильно будет мешать. Я уже не помню, я в инста-историях рассказывала, но наш мукбанг, который мы отсняли с Вадимкой, к сожалению, накрылся, потому что что-то у меня с компьютером произошло, он не сохранил файлы, и я их с карты памяти, короче, стерла. К сожалению, все у меня удалилось. Вот я сейчас в таком домашнем виде буду обедать. Сегодня у меня японская еда. У меня здесь суши, заказала себе суши и заказала себе мисосук. У меня сейчас здесь на фоне телек, ну, знаете, чтобы как бы расслабиться. Я вообще не люблю кушать одна. Всегда себе включаю телевизор или YouTube или еще что-то, и попить взяла себе, себя поваловать. Пепси. Я очень люблю, вау, когда, к примеру, суши. Ну, в принципе, суши не обязательно, я больше пиццу люблю с пепси. Но вот захотелось мне. Можно себя иногда побаловать какой-то такой гадостью. Наливаю себе. Кто не знает, что это вообще за видео и что такое мукбанг, мы просто кушаем вместе. Я буду кушать вместе с вами, что-то вам рассказывать, отвечать на какие-то вопросы. Очень многие не понимают такого рода видео, естественно, ну, каждому свое. Поэтому я, по-моему, перед каждым из таких видео говорю, если вы не любите смотреть, как другие люди кушают, если вы не любите звуки еды, чавканья, пережевывания, еще чего-то, то просто не смотрите это видео. То такие странные иногда комментарии получаю. Плюс ютуба в том, что каждый может смотреть все, что хочет. Ой. Я не представляю, как люди могут быстро так выпивать газированные напитки. Я очень редко пью газировки, вообще не люблю ни газированную воду, ничего. Только изредка там Кока-Колу или Пепси. Хотя раньше моим любимым таким из газировок был спрайт. Я всегда брала спрайт, и как-то Кока-Колу даже не любила. Довольно-таки большая порция, кстати. Горячий. Очень вкусный, обожаю. Какой ваш любимый вообще суп? Мои, конечно, ну, помимо всяких классических супов, я очень люблю вообще солянку, борщ, крем-супы, гороховый тыквенный. Но вот мисо-суп мне тоже очень-очень нравится. Суши, кстати, заказала себе тоже. Решила немного заказать, чтобы не оставалось потом. Такая вот довольно большая порция. Здесь, получается, у меня роллы и... Не помню, как вот эта вот штучка называется. Пахнет очень-очень хорошо. Здесь у меня, кстати, суши с угрём, с лососем. И вот это вот тоже острое, это с угрём. Меня, кстати, очень многие спрашивают, ну, насчёт моего питания во время беременности. Конечно, я в повседневной жизни кушаю, ну, обычную человеческую домашнюю еду. Не ем там ничего такого острого или жирного или жареного. Но, в принципе, очень многие меня спрашивали, как это я могу продолжать там кушать, к примеру, суши или там сыр с плесенью тоже. Где-то кто-то видел. Или я камамбер себе резала. Или бри. И как бы, на что я ответила, в принципе, отвечаю, да, тоже сейчас. Если вы привыкли к такой пище, то ничего страшного не будет. Конечно, если всё свежее, как бы, из хороших продуктов. Суши я стараюсь брать только с рыбой, которая обработана, не с сырой. Здесь как бы есть лосось, но мы уже несколько раз заказывали с этого сервиса. Мне нравится у них такая свежая рыбка. Ну, вообще, чаще всего я очень люблю овощные, просто суши. И очень люблю субрём. Я обычно люблю себе заказывать суп и суши, как бы их одновременно кушать. Здесь тоже есть набор соевого соуса и васаби. Единственное, мне их наборы не сильно нравятся, кстати, потому что они очень сильно разводят. Что соевый соус, что васаби. Ну, такое. Они мне уже когда-то звонили. В принципе, после каждого заказа звонят и как бы спрашивают, как вам там заказ. Я им говорила, ну, свои пожелания, что типа, ребята, не жмотьтесь, не надо так разводить. Не прислушались к мнению. Возможно, людям нормально. Но если сравнивать там с другими сервисами, когда в ресторанах, то реально очень сильно разведено. В общем, тогда мы с Вадимкой отвечали на разные вопросы. Блин, вообще очень обидно, конечно, что файлы удалились. Я пыталась их и восстановить. Но все можно было восстановить либо только через платные программы. Ну, короче, там столько проблем. Мне как-то это все дало. Поэтому я забила и просто решила, что как-то в другой раз переснимем вместе. Буду пробовать. Такой вот здесь красивый с лососем и авокадо. Вот. И мы там отвечали, да, на разные вопросы. Я в инста-историях тоже писала, что типа мы будем с Вадимом снимать мукбанг. И просто задавали вопросы. Вот. Блин, я уже даже не помню, какие там были вопросы, если честно. Потому что очень много приходит сообщений в директ. И это все просто теряется. Вкусно. Ну, из такого, что я помню, очень многие как бы спрашивают, какое мы имя дадим малышке. На что мы тогда отвечали. В принципе, мы отвечали и раньше. В том видео, где мы говорим о поле малыша. И тоже мы там отвечали на разные вопросы вместе. Что мы как бы пока имя никому говорить не будем. У меня даже из родных, в принципе, только мама знает. Вот варианты, над которыми мы думаем. Просто потому что, ну, странно говорить о имени человека, который еще не родился на свет. Ну, это мое как бы мнение. Плюс, я не могу дать имя. Ну, мы не можем как бы определиться с именем. В том плане, что мы еще не видим, ну, какой у нее там характер, какая она. Поэтому, когда родится малышка, тогда мы и выберем ей имя. И, конечно же, расскажем всем вам обязательно. Тоже у меня девочки спрашивали, буду ли я снимать влог в роддоме. Я, если честно, даже об этом не задумывалась. В принципе, я хотела... Ну, я буду рожать с Даулой. И я бы хотела как бы оставить вот так вот себе на память какие-то моменты. Но я не знаю, какое будет вообще состояние, как это все будет. Поэтому не могу заранее сказать, будет что-то или не будет отснято. Это очень сложно предугадать. В том, что я помню еще из вопросов таких... Одна девочка спрашивала, как я отношусь к тому, что Вадим пьет пиво. На что, если честно, мы с Вадимкой, конечно, посмеялись. Потому что, ну, ему как бы 28 лет. Мне 25 лет. Мы взрослые люди. Если бы нам было там по 12, по 13 лет, то, конечно, я бы сказала... Это странно, что он пьет пиво. Типа фу-фу-фу. Ну, на самом деле, очень редко что-либо пьет. Бывает иногда на выходных, ну, или когда мы где-то сидим. Вот, поэтому выпить одну бутылку, пару бутылок в неделю, это вообще ничего. То есть, самое главное, пейте осознанно. Не напивайтесь. Не пейте дешевую дрянь всякую. Я помню, тоже спрашивали, как мы... Как мы вообще уживались вместе, скажем так. Так, и тоже мы насчет этого как бы обсуждали, рассуждали, что реально очень многим парам... Очень многим парам тяжело первое время. Вот когда, да, вы там... О, господи, можете долго встречаться. Потом начинаете жить вместе. И какие-то, я не знаю, там, новые привычки, видите, у человека есть, которые вам не нравятся. Либо как он там себя ведет, либо еще что-то. Но я могу сказать, что из всех... Из всех, с кем я встречалась, мне как-то с Вадимом проще всего. В плане вот быта и всего такого. Мы еще когда встречались, мы очень часто друг у друга оставались ночевать. Вообще абсолютно без проблем как-то. Я не могу сказать, что есть какие-то вещи, которые меня там в нем раздражают. В плане там быта, каких-то домашних дел. Потому что он очень-очень-очень организованный. Вадимка очень любит чистоту, как бы поддерживать дом в порядке, чтобы все было красиво. Конечно, я это тоже очень люблю. Но, в принципе, по дому он всегда делал больше всего в плане уборки. То есть он меня просто так разбаловал. Потому что действительно он все такое тяжелое брал на себя. Там мытье полов. У нас как-то так все разделено было. Разделено. Я всегда там мою ванну, кухней занимаюсь. Ну, там пыль в спальне вытираю. Ну, такого плана, как, знаете, там типа пропылесосить квартиру, помыть полы. Это вот всегда делает он. И в плане вещей он очень аккуратный. То есть не разбрасывает ничего. Потому что у меня были бывшие парни, с которыми я иногда вот так вот оставалась тоже вместе. И это был не то что ад, но это было очень тяжело. Потому что постоянно надо было ходить там убирать. Вечные вещи повсюду. Ну и, конечно, тоже огромный плюс, что он тоже готовит покушать. Очень-очень вкусно готовит. Хотя вот с тех пор, как я там стала дома работать. Ну и, конечно, когда я уже перестала работать. То готовкой полностью занимаюсь я. Ну и, как бы, ничего страшного. Я очень люблю готовить. Ну и, опять же, тоже он меня там никогда не напрягает по поводу еды. И, если, к примеру, нет настроения, мы заказываем какую-то еду. Хотя он, конечно, Вадимка любит домашнюю еду. Я тоже люблю домашнюю еду. Но иногда хочется чего-то такого просто заказать, покупного. Отвязываюсь с таких вопросов. Девочка одна продублировала вопросы, поэтому отлично отвечаю. Кстати, хотела вам рассказать вообще, что сейчас происходит в нашей жизни. Я закончила, наконец-то, курсы по визажу. Получила диплом. Вот, на дипломной работе попалась мне моя любимая петля. Вообще-то, что я, знаете, думала, что я меньше всего буду вообще использовать во всем. И что, зачем нужен вообще этот метод. Но мне попалась петля. Хотя, девочка моя, преподавательница, спрашивала. Типа, ты уверена, что, ну, как бы, будешь делать или, там, перетянешь билетик? Потому что надо было тянуть билетик. И попадалась одна из техник. И, в принципе, петля-то одна из таких самых сложных. Она долго делается, потому что она там на карандаше, потом еще подводками, тенями, пигменты, бла-бла-бла. Но, знаете, раз судьба такое послала, блин, что все, что я именно меньше всего хотела, мне и попалось. То я сказала, нет, типа, я сделаю. Вот, немножко меня в конце подвели пигменты. Я не знаю, в чем дело. Какая-то база. Ну, в общем, они брались кусками, хотя пигменты были от хорошей фирмы, от Make Up For Ever. И, я не знаю, просто удивлена. Уже под конец накладывала пигменты. И, блин, они так отвратительно брались. Меня это расстроило. Пришлось как-то быстро исправлять. Пока фотографий нету, а там профессиональные как бы фотки с обработкой. Но надо ждать где-то около месяца обычно. Поэтому я так в Инстаграм, по мере того, как они добавляют какие-то мои работы, я тоже добавляю в Инстаграм, просто чтобы и вы посмотрели, но и себе, конечно же, на память. Вот, и многие меня тоже спрашивали, как бы, буду ли я заниматься визажом именно профессионально. Да, там профессиональный визажист, брать клиентов. Конечно, мне сейчас в беременность не до этого. В плане, что у меня, к примеру, нет моей студии или там куда-то ездить мне тяжело. Но я хочу сейчас, думаю, приглашать просто девочек, возможно, домой, чтобы просто отрабатывать разные техники, что-то, что мне нравится, красиво делать фотографии, чтобы собирать какой-то, знаете, как типа портфолио из работ. Ну и на будущее почему бы и нет, потому что... Конечно, мне очень нравится макияж. Не зря я тут завела канал как бьюти-блогер, хотя мне кажется, мой канал больше превратился просто в такой более жизненный канал, потому что вы все очень любите влоги, ну и я, конечно, тоже обожаю влоги. Вот, но кто знает, это классная штука, классно, что у меня есть диплом. Мне бы еще хотелось заняться коррекцией бровей. Мне очень нравится микроблейдинг. Но сейчас, скорее всего, уже нет, это уже, наверное, после родов. Даже не знаю, хотя там вроде курсы занимают совсем недолго времени. Что на визаж я больше, чем два месяца ходила, 28 занятий была. В общем, да. В планах такое. Хочется развиваться в такой более красивой сфере. Вот эта штучка с угрём. Вкусная, но там было написано, что типа спайси. Как-то я остроту не сильно чувствую. Вот сейчас мне пришли еще вопросы. Будут ли выходить видео после родов? Опять же, так тяжело. Я не знаю, какой человечек родится в плане, да, там его характера. Будет ли спокойный ребеночек? Будет ли у меня время? Потому что это, конечно, все новое. Ну, новое все в моей жизни, в нашей жизни. Но я думаю, надеюсь, что, конечно же, я не заброшу YouTube. Потому что это мое самое-самое большое хобби. Мне так нравится этим заниматься. Мне так нравится общаться с вами. Поэтому надеюсь, что, конечно, будут. Будете ли вы путешествовать этим летом? Если да, то куда? Этим летом, наверное, уже, конечно, вряд ли будем путешествовать. Просто потому что срок уже большой. Как бы мне в середине лета рожать. Ну, как, под конец. Вот. Но под конец середины, или как это можно сказать? Ну, короче, под конец июля, если все хорошо. Поэтому вряд ли летом уже будем путешествовать. У меня уже вот почти 34 недели. И даже в самолеты уже, в принципе, с 34 недели. Где-то, ну, много где не пускают. Что большой уже срок родить. А вот на осень, на зиму я очень надеюсь, что мы куда-то поедем. Я вообще безумно хочу в Португалию. Вот Португалия, это, наверное, следующая страна, куда мы поедем. Потому что мы с Вадимом давно уже туда хотим. И как-то вот не попадали до сих пор. Так, еще вопросы. Какая моя любимая книга? Ну, это очень просто моя любимая книга. Это вся серия о Гарри Поттере. Это вообще с самого детства. И, мне кажется, на всю жизнь. Просто моя самая-самая любимая книга. Мой самый-самый любимый мир. Вот. А так, ну, конечно, есть еще. Мне очень нравится Дракула Брэма Стокера. Я очень люблю детективы. Мне очень нравится Агата Кристи. Любой ее рассказ обожаю. Это Стивен Кинг. Вот смотрю сейчас просто наш стеллаж с книгами. Но вот реально, наверное, самый-самый любимый. Это Дракула Брэма Стокера. И, конечно же, блистательная просто богиня Роулинг. Какие мы сериалы смотрим? Последние, которые мы досмотрели, это Силиконовая долина. Сейчас там выходят новые серии, новый сезон. До этого мы смотрели За грани. Все посмотрели. Сейчас я заново смотрела Девчонок, Girls. Потому что я не смотрела шестой сезон. И вот сегодня буквально досмотрела последнюю серию. Классный сериал. Вот я люблю такие сериалы по типу Girls. Мне очень нравится сериал Дневник толстозадой. Мне очень нравятся Отбросы. Мне очень нравятся вообще британские сериалы, если честно. Все-таки в них совсем другая атмосфера. Я уже немножко начинаю так с отдышка, уже столько говорю. Мой любимый цвет. Какой мой любимый цвет? Знаете, очень часто, кстати, когда у человека спрашивают, какой его любимый цвет, чаще всего он отвечает по цвету его глаз. Я как-то раньше об этом не задумывалась, пока вот не прочитала где-то эту статью или предложение. Но вот я всегда говорила, что мой самый любимый цвет это там синий-голубой. И у меня синие и голубые глаза. Мне идет этот цвет. Хотя я не могу сказать, что у меня есть очень много вещей там синего цвета. Но там джинсовки всякие. Мне прям очень нравится, как смотрится. И также мне очень нравится фиолетовый цвет и малиновый. Как мои волосы. Причем это как-то настолько неосознанно. Еще с самого-самого детства. Я помню, когда я была, ну, совсем маленькая, родители мне хотели купить как-то такой ободок, ну, с бантом, тканевый на голову. И я им сказала, я не помню, я вот реально это так хорошо помню. Я сказала, я хочу фиолетовый с малиновым горошком. Вот. И мы повсюду, в общем, искали. Я даже не помню. По-моему, мы так и не нашли. Ну, вот, вот эти сочетания мои самые любимые. Любим ли мы смотреть фильмы ужасов и следа, то какие? Напугал ли вас какой-то фильм? Тоже насчет фильмов ужасов. Я помню, мы тогда так с Вадимкой прям рассуждали, обсуждали это. Мы не сильно любим ужастики по типу «У холмов есть глаза» или там еще что-то. Знаете, где такая вот гадкая резня. Я очень люблю психологические триллеры. И мы, в принципе, с Вадимом остались тоже на том, что как бы он тоже любит психологические триллеры. И нам очень нравится именно смотреть такие вот, знаете, такие интеллектуальные ужастики. Мне очень нравятся фильмы другие. С Николь Кидман, один из моих самых любимых. Мне очень нравится. Звонок. Хотя это, в принципе, именно больше как ужастик. Но это все-таки больше как психологический триллер считается. Но вот «Звонок», наверное, это один тоже из моих самых-самых любимых фильмов. Мне очень нравится. Ну, вот знаете, такого рода фильмы, где не просто резня, а какая-то такая интересная, запутанная история. Вот, к примеру, там «Ганнибал», «Молчание и огнят», я имею в виду. Вот. Фильм «Семь», вот мы с Вадимом тоже когда-то смотрели. Тоже очень такой напряженный, прикольный. С Брэдом Питтом, по-моему. Ну, вот такого вот, такого странного рода, знаете, по типу там «Бойцовский клуб». Ну, вот что-то вот такого рода. А именно из таких ужастиков, ужастиков. Во-первых, я не могу сказать, что я прям очень сильно боюсь. В принципе, триллеры – это мой любимый жанр в кино. Вот, из того, что смотреть. Ну, просто, опять же, я люблю такие интересные фильмы, а не просто, где идёт какой-то маньяк и всех там режет. Всё, ребята, я так наелась, и мне уже как-то так тяжело дышать. У меня тут ещё осталась половина супа, но я уже всё, я суши доела, потому что я не люблю суши ложить в холодильник. Они после холодильника никакие. В принципе, было только шесть штучек. Было это всё очень вкусно. Я надеюсь, что я поотвечала немножко на ваши вопросы. Если вы хотите ещё мукбанги, то пишите внизу в комментариях. Я думаю, что будет интереснее снимать мукбанги даже не когда я ем домашнюю еду, а что-то такое, знаете, заказывать прикольно из разных ресторанов, кафе. Там, я не знаю, пиццу, может быть, когда-то гамбургеры, может быть, там ещё что-то. Просто потому что, мне кажется, это как-то интереснее, чем кушать пюре с курицей. Что всё. Если вам нравится такого рода видео «Кушаем вместе», то ставьте мне пальчик вверх, чтобы я и дальше снимала. Если нет, то не волнуйтесь, будет здесь очень много разных и других видео. Всё. Хорошего всем настроения. Приятного аппетита. Спасибо, что вы были со мной. Увидимся очень-очень скоро. Пока. 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 Продолжение следует...